Для начала я буду использовать вот эту штуковину из фикс прайса, мойка для окон с энергетик. Она заливается вот в такую прыскалку, которая идет вместе с устройством. И мы распрыскиваем это дело по окну. Прыскалка, кстати, хорошая. Прыскает отлично. О, все это дело распрыснували. Можем это дело все потерять. Если у вас там сильные загрязнения, потерли. Потом эту штуку можно снять и постирать. О, теперь я буду мойщиком окон главным. Наверное, еще добавлю. О, кстати, можете посмотреть на тряпочку. А, вам ничего не видно, тут слишком ярко. Слишком светло здесь на балконе. Давайте я побольше полью. Думаю, греха не будет. И теперь включаем наш пылесос. Мойщик окон. Классно, что он всасывает всю жидкость и ничего не текет. Так, единственное, мало я нафигасил. Надо побольше. Да, лучше еще отдать средство, подействовать чуть-чуть. Ну, ладно, сейчас мы тут помоем. Чувствую себя, какая-то мощь окон на небоскребах. О, красота! Вот это да! Ну что, вообще классно то, что она собирает мусор. О, у меня тут даже это собралось. Видите, капает вот эта грязь. То есть ничего по подоконнику не текет. Это прям супер. Так, ну а с обратной стороны мне, конечно, будет потяжелее. Но я как-то высунусь из окошечка аккуратно. Да уж, с обратной стороны не так удобно, но действует. Так, ну что, я вроде тут все размазил как бок. Ну что, по-моему, идеально чистит. Единственное, в районе стыков все-таки у меня разводы остаются. Но это я не привык, это нужно щеткой просто правильно двигать. Если вы хорошо моете окна этой щеткой, то у вас проблем не будет. Я просто особо не мастер помойки окон. Давайте помоем зеркало. Идеально! На очереди зеркальные двери. Плитку в ванной тоже можно помыть. И, кстати, я тут подумал, что этой штукой можно легко заставить мужика прибираться. Потому что, вот мне это лично прикольно делать. Такое ощущение, как ты машину моешь. То есть, все такое на приборах. Такое увлекательное занятие. То есть, мойка окон раньше была. Это вообще скукотения, никогда не хотел их мыть. Фу-фу-фу. Это очень скучно и вообще и фигово. А теперь прям все стало веселее. Вон, посмотрите, сколько у нас воды уже грязной собралось. Вообще жесть. Кофейку никто не хочет. В итоге мне хватило вот этой зарядки одной, чтобы помыть все окна, все зеркала, все стеклянные двери в доме. То есть, аккумулятор, вроде кажется, 20 минут, но хватает полностью помыть весь дом, короче говоря. Вот столько грязной воды у нас вышло. Ужасно, конечно. Это дело мы теперь должны отстегнуть. Нашу кофемашину отстегиваем. Открываем пробку. И надо теперь это дело слить. Ну вот про то, что и говорили. Потому что, видите, невозможно прям все слить оттуда. Но я могу включить кран и прополоскать его, и все будет норм. Да уж, грязище, конечно, пипец. Начинаем мыть. Все, я ее помыл, но водички, да, чуть осталось. Неудобный получается этот отсек. Чуть-чуть. Хотя, о, вроде вытряс. О, подергал, подергал. И все, чистенько. Ставим сушиться. Эту штуку заряжаем. И она готова снова к использованию. Всем привет, с вами Закупач. И сегодня я вам покажу прибор, который сильно упрощает жизнь в доме. Ну, то есть, по уборке. Это у нас прибор-борт BSS-36 Li. И он у нас является пылесосом для окон автоматическим на аккумуляторе. Хотя его можно назвать мощником окон. На правой стороне у нас указаны характеристики. Комплектность. Мощность прибора всасывания 15 Вт. Ширина насадки 28 см. Емкость контейнера для сбора мусора 200 мл. Разрежение 1300 паскаль. Время непрерывной работы 20 минут. Время зарядки от часа до 3 часов. Напряжение 3,6. Энергоемкость 1,3. Масса 0,51. То есть, полкилограмма он весит. Я думаю, женщине будет не тяжело им управляться. Хотя, я думаю, что многие мужики дома моют окна. И ничего в этом страшного нет. Итак, давайте откроем коробку. Кстати, тесты вы уже видели в начале видео. Я решил, самое интересное, его в начале засунуть. А сейчас вы видите просто распаковку в конце видео. Так что, кому интересно, смотрите. Кому интересно, не смотрите. Я думаю, вы уже по тому, как я снял тесты, уже понимаете, хороший прибор или нет. Итак, в комплекте у нас зарядное устройство. Характеристики увидите зарядное устройство. И штекер у нас напоминает ноутбучный чем-то. Далее у нас идет насадочка. А, это не насадка. Это идет на бутылку насадка, которую надо распылять моющие средства. И сразу можно протирать, размазкивать грязь, если сильно грязно. А вот она и сама насадка на сам пылесос для окон. Такая здесь мощная резинка плотная. Видите, она двух... О, два слоя она имеет. То есть, одна сильно грязь убирает. Второй идет у нас отсек, куда всасывается воздух, чтобы вода не стекала по раме. Вот мне всегда это бесит, как моешь окна, когда эта вода грязная стекает по раме. И здесь, типа, она не должна стекать. Ой, тут у нас какая-то резинка треснула. Посмотрите, она должна была быть здесь, по идее. О, ну я думаю, такую резинку можно найти. Хотя уже неприятно. Видите, резиночка у меня была треснута шесть. Так, далее у нас идут инструкции. Очень много инструкций на русском. Пылесос для влажной чистки стеклянных поверхностей. О, вот так он называется. И вот здесь полностью все характеристики можете почитать, если кому надо. Уровень шума 54 дБ. Частота 50 Гц. Ну, выходной ток зарядного устройства 600. Так, две инструкции на разных языках. То есть, если вы на каком-то языке говорите, кроме русского, тут у вас есть где разгуляться. Ага, и вот он сам прибор. Тряпочка. И сама эта емкость. О, я поспешил, оказывается, в комплект идет аж три книжки. И тут даже какие-то штучки-ядрючки есть. Гарантия, все дела. Кстати, по-моему, там пять лет гарантии у прибора. Бутыль для моющего средства. Вот за нее говорят плохие отзывы, потому что она может падать у вас. То есть, она такая неустойчивая. Ну, вроде стоит. А, вот падает. Нет, вроде сейчас пока стоит нормально. Сюда мы ее накручиваем. О, все, накрутилось. То есть, сюда заливаем моющее средство для окон. Любое, которое вам нужно. Ну, там производитель советует свои моющие средства. Ну, можете любое купить. Так, ну, вроде пока стоит. Мне кажется, если сюда жидкость налить, будет стоять нормально. Также в комплекте есть вот такая тряпочка из микро... А, нет, написано полистер, кстати, 100%. Можно стирать при 40 градусах. То есть, стиральную машинку еще забросили. Хотя, по-моему, тут написано знак, что стиральной машинке стирать нельзя. Но, я думаю, если на щадящем режиме каком-нибудь, то можно. И вот так мы эту штуку сюда одеваем. Так, хопа. А, здесь она вот так отклеивается. А, то есть, с одной стороны подсунули. Ух, как плотно. Очень плотная штука. То есть, с двух сторон подсунули. С одной стороны закрепили. И все. То есть, мы попрыскали на окно, потом тряпкой растерли, если там загрязнения какие-то супер-пуперские. И потом пылесосим. О. Ну и сам пылесос наш. Опа. Вот он пылесосик. На пылесосе в ручке разъем для зарядки. То есть, сюда подсоединяем зарядку. Такой он, знаете, пластик хороший. А, нет, три года гарантии. Тут написано три года гарантии. Вот наше само сопло пылесоса. Какие тут еще характеристики, типа, разработаны в Германии, но сделаны в Китае, по-моему, так. Но аккумулятор, возможно, кстати, делается и... Так, вот так получается. Здесь защёлки отсоединяем наш отсек. Здесь будет собираться грязь. То есть, вот эта грязная вода, которую пылесос будет запылесосивать. Она сюда у нас собирается в такой контейнер. Емкость 200, как я уже говорил, миллилитров. И через вот эту крышку. Вот эта крышка, кстати, еще один минус прибора. То, что все говорят, то, что не вся жидкость сюда вытекает через эту дырку. Хотя тут вроде как направляющая есть, как вода должна течь. Ну, не знаю, проверим. Но, скорее всего, да, вода здесь будет оставаться. Хотя вы можете его прополоскать. То есть, сюда заливать там из-под крана воду и полоскать его так. Ну, в любом случае, даже если там что-нибудь останется, я думаю, ничего тут не заплесневеет, ничего плохого не будет. Потому что все-таки мы с моющим средством сюда моем. То есть, здесь она такая будет очищенная. Вот наш сам... Напоминает чем-то, знаете, парогенератор. Вот как там сделано. Здесь у нас тоже прокладочка. Зажимы, которые отпускают, подсоединяют. Потом, получается, мы сюда... А, наоборот, вот так. Оп. Потом просто сюда жмем. Оп. И все. Что у нас готовчинка? Все сидит плотно. Нажимали, сняли. Единственное, что он сам к себе... А, не, защелкивается. Все. То есть, все норм. И остается нам сюда только одеть нашу штуку. Только, единственное, конечно, у меня это прокладка. Надо прокладку такую найти. Из FixPrice у меня наборы где-то были. По-моему, там есть подходящие. Надо будет найти и одеть сюда. А так... Вот так мы его... Хопа. А, то есть, он вынимается сам по себе. То есть, никаких зажимов тут нету, по-моему. А, не, вот он, зажим. Да, вот он, зажим. Мы его жмем, и он открывается. Потом вот так, хоп, все, плотно застегнулся. И все, наш чудо-пылесос готов. Осталось его только зарядить. А, он и так работает. Горит красненький огонечек. Кстати, можете слышать, как он шумит. Ну, шумит не сильно громко. Я думаю, что будет намного громче. И воздух отсюда дует. А, воздух отсюда дует. Вот, вот здесь крутится что-то у нас. И отсюда дует воздух. Жмем еще раз, выключается. Но я в любом случае сейчас его на зарядку поставлю, потому что я хочу очень много тестов провести. Помыть им двери, окна, плитку, до миллион всего. Так что протестируем его по полной сегодня. Средство для мойки я буду вон из FixPrice использовать недорогое. Я только немного накосячил. Оказывается, трубка, которая цепляется к распылителю, она валялась внутри. Я налил сверху жидкости. Поэтому сначала достаете трубку, насаживаете ее на распылитель. И теперь можете прыскать. Можете видеть, наша лампочка мигала, пока он заряжался. А сейчас он полностью зарядился. И теперь лампочка постоянно горит красным. Можно снимать зарядки. И, конечно, огромный плюс, что тут аккумулятор. То есть не надо его держать на проводе. Можете в любое место, хоть из окна высунетесь и мойте окна снаружи. Но снаружи, я думаю, будет не сильно удобно. Но я, конечно, постараюсь снаружи помыть. Давайте подводить итоги по этой приблуде. За 1000 рублей это вообще находка. Я считаю, должна быть в каждом доме. Потому что никакой грязи, все всасывает. И тем более она стоит даже дешевле, чем хороший пылесос, который автомобильный. Потом вот эту щеточку я мою. Только остается помыть. Единственное, что будьте аккуратны, если у вас плитка такая ванная и слишком жесткая, то можете ее щетку чуть-чуть повредить. Ну вот мне надо помыть, получается, здесь. Помыть здесь. И вот эту штуку отсоединить. Видите, какая она грязная. Ее можно в стиральную машинку закинуть и постирать. Хотя можно и при ручной стирке. Короче говоря, как хотите. Снимаем ее. И отправляю ее в стирку. При 40 градусов. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо, что посмотрели обзор. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok